Здравствуйте! На канале ИТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня ввиду я, Михаил Горин, а с нами на связи из Баку военный эксперт Адолет Вердиев. Здравствуйте, господин Вердиев! Здравствуйте! В последнее время много говорится об обострении отношений между Азербайджаном и Ираном. Иран провел военные учения на границе с Азербайджаном впервые за все годы независимости вашей страны. И ваш президент Ильхам Алиев, выступая по этому поводу, заметил, что у граждан Азербайджана есть справедливые вопросы, почему вдруг за столько лет впервые провел Иран такие учения и выдвинул ряд обвинений в адрес Азербайджана. И касались они все, как считает официальный Тегеран, тех тесных связей Азербайджана и Израиля. Скажите, пожалуйста, насколько обоснованы эти упреки Тегерана в адрес Баку, и что действительно происходит сейчас на границе между Азербайджаном и Ираном? Иран в последнее время на уровне и дипломатических лиц, а также религиозных лидеров регионов озвучивает некоторые необоснованные обвинения по поводу отношения Азербайджана с Ираном. Если Иран несет такую миссию, как духовная исламская республика, то она должна была быть в течение 30 лет, когда Армения наступала на азербайджанские территории и захватывала наши территории, тогда Армения, Иран должна была провести учение, не сегодня. Если посмотреть на события, происходящие в годы захвата территории Азербайджана, то Армения именно с Ираном очень тесно взаимодействовали. Кстати, этот процесс по сегодняшний день тоже продолжается. Обвиняет Азербайджан в том, что наша страна со своим партнером, стратегическим партнером Израиля, какие-то без иранских пограниц проводит какие-то мероприятия. Конечно, Азербайджан с Израилем очень близко контактирует. У нас большие связи и в военно-техническом плане. Но у нас Азербайджан несколько раз на уровне президента и других дипломатических лиц высшего ранга озвучивала, что территория Азербайджана ни в коем случае не может применяться против каких-либо наших соседей. Иран на самом деле после захвата наших территорий начал очень тесно взаимодействовать с страной, которая захватила близкий ему Азербайджан. А Иран как-то пропускает мимо ушей тот факт, что половина населения именно азербайджанцы. Это учение, наверное, тоже проследили, что многие иранские военные, в том числе высшего ранга военнослужащие, отправляли именно месседж в Азербайджан насчет поддержки именно Азербайджана. Иранская армия, в том числе его руководители, не могут этот факт бросить с его поля зрения. На самом деле Азербайджан сотрудничает с Израилом, который никакую территорию ни у соседей, ни у других стран не захватывал. То есть Иран взаимодействует с страной, захватчиком. Вот проблема Ирана, которую они недооценивают. Азербайджан с Израилем, братские страны. У нас даже одной улицы мечеть, синагог, монастырь и церковь. Все одно место. И даже в Баку вы не можете отличить, где местные, где приезжие и так далее. Которые в Иране близко к этому картинку не найдете. Вот это очень почему-то раздражает некоторых иранских руководителей. А на самом деле мы открыты ко всем соседям и не соседям, которые были бы только рядом со справедливостью. Азербайджан пострадал 30 лет от захвата армянскими вооружёнными силами наших земель. Но никогда Иран даже об этом захвате ни слова не предложил. Когда Армения обстреляла нашу территорию в Генже, через несколько часов, там, кстати, погибли мирные жители, в том числе ребёнок, два года ему было всего и погиб там. Через несколько часов ровно израильский посоль уже был на месте происшествия и выразил свои соболезнования азербайджанскому народу. А почему-то Исламский Иран, который Исламская Республика, на это закрыла глаза. Даже хотя бы пустое заявление не посмело озвучивать. К чему такое поведение ведёт Иран, я не знаю. Может быть, это событие, то, что Иран сейчас проводит, в ближайшем будущем обернётся для Ирана не очень-то хорошими событиями. Кстати, там азербайджанцев, я получаю некоторые поводы, некоторые факты, поэтому происходящим там событиям, это для Ирана ничего хорошего не предусматривает. Понятно. А далее такой вопрос. Вот Саудовская газета «Элов» пишет, что в Азербайджане сейчас находится делегация израильских силовых структур, чтобы поддержать Баку в условиях кризиса в отношениях с Тегераном. И израильтяне, так говорится в этом сообщении, это Саудовская газета пишет, что израильтяне заверили азербайджанскую сторону в готовности оказать поддержку в случае враждебных действий с иранской территорией. И помимо этого, Эллов уточняет, что два истребителя пятого поколения F-35 израильских ВВС постоянно находятся в Азербайджане. Скажите, пожалуйста, насколько точны приведенные, по вашему мнению, данные и действительно ли в случае уже не просто дипломатического, а какого-то горячего конфликта, не дай бог, конечно, между Азербайджаном и Ираном, возможно, что Израиль будет оказывать более существенную, чем сегодня, поддержку официальному Баку? Знаете, насчет того, что израильские истребители F-35 пятого поколения находятся в Баку, это не имеет никакого основания, потому что сейчас есть в мире много сайтов, на которых можно было проследить через РЛС при движении и гражданских, и военных самолетов из той страны или в другую, какой там не было. Поэтому эти данные, конечно, не имеют никакого основания. То, что Израиль Азербайджану оказывает очень большую помощь, в том числе и в военно-техническом плане, это верно, это всегда было, мы этого все очень дорого ценим и за это благодарим. Я со многими израильскими фирмами, представителями фирм встречаюсь. Это осуществляется обычно на выставках, которые проводятся в Баку. Это касается и фирмы Рафаэль, Эльбит Систем, Израиль Милитар Индастриис, Израиль Аэр Космик Индастриис и так далее, и так далее. Вот со многими фирмами я в контакте. Они, конечно, в Баку приезжают, уезжают, но на данный момент насчет с Ираном никакой даже обсуждения какие-то не ведется, в этом нет необходимости, потому что Азербайджан знает, что военный потенциал Ирана на данный момент не позволяет ему провести какие-либо крупномасштабные операции, потому что то, что они привели к нашим границам много техники и беспилотников, я их осмотрел, увидев там БМП-1, который даже Армения не пользуется, потому что они очень старые, и их создали до 70-х годов для Афганистана, и потом об этом Россия, даже Советский Союз вернее, пожалел, потому что эти техники очень небоеспособные, всего 700 метров у него прицельная дальность стрельбы, а сейчас спайк, производимый в Рафаэле, стреляет в некоторой версии до 30 километров, я не говорю переносным, который стреляет до 8 километров, и они у нас имеются. С такой техникой Азербайджан не напугать. Мы 10 раз сильных техники вооружения и авиационную видели в Карабахской войне, они тоже принадлежали не Армении, а его сторонникам, то есть России и так далее. Мы с ними очень хорошо справились с теми, с темами оружия, которые у нас имеются, в том числе и израильскими. Поэтому Иран не посмеет на такие шаги идти, на такие риски, потому что Азербайджан на данный момент имеет очень сильных партнеров, в том числе Пакистан, Турция, Израиль, Беларусь, Италия, Венгрия, даже некоторые другие страны, которые поддерживают в этом вопросе именно Азербайджан. А вокруг Ирана, кроме Армении и Сирии, никого не видать. Даже исламские государства сейчас убегают от Ирана, потому что до чего дошло их неправильный путь отношения к соседям, в том числе и исламским мирам, что и Армения, и Иран сейчас остались в вопросах с Азербайджаном наедине. То есть их соединяет братья по бедству. Вот другого объяснения к этому вопросу не найти. Понятно. Такой вопрос к вам. 4 октября, вот буквально на днях, президент Азербайджана Ильгам Алиев посетил Джебраильский район. Там открывалась новая пограничная воинская часть. Это примерно в 10 километрах от Ирана находится это. И он там сфотографировался. Его пресс-служба опубликовала фотографию, на которой... С Харопол. Да, совершенно верно. Вот вы тоже знаете, естественно. Он сфотографировался на фоне израильского боевого беспилотника. Теперь все гадают. И это на фоне вот таких накаленных обменов, обвинениями с Ираном именно по поводу Израиля. И теперь все гадают. Это случайность? Или же это такое специально было сделано, потому что президент Азербайджана хотел подчеркнуть, что он сам себе выбирает врагов и друзей? Знаете, Азербайджан с кем будет дружить, это наше внутреннее дело. Мы знаем, что Армения дружит с Ираном, но я это могу произнести. Но на государственном уровне наши дипломаты и политические руководства никогда Ирану не указывают, с кем дружить, с кем не дружить. Мы просто константируем факты, что Иран в годы захвата азербайджанских территорий очень тесно взаимодействовала, помогала Армению. Этот процесс по сей день продолжается. У нас есть визуальные факты, и они многочисленные. Но Иран не может даже хоть одного факта, которое бы указывало, что Израиль присутствует на территориях Азербайджана, который граничит с Ираном. Он не может это указывать. Хотя Иран сам на территории Сирии находится, это подтверждается визуальными фактами, и этот Сурья, Сирия, вернее, граничит с Израилем. То есть Иран сам находится на границе с Израилем. Не Израиль находится через Азербайджан на близких территориях к Ирану. То есть Иран хочет оформлять факты, которые им не требуют доказательства. То, что находится в фотографии президента с хоропом, это на фоне сегодняшних событий президент Азербайджана показал, что Израиль для нас очень дорог. Израиль наш друг, стратегический партнер. И какие заявления каких-то там генералов, которые в ближайшие 70 лет не имеют никаких военных успехов, для нас ничего не означают. Пусть для себя там говорят, что хотят. Кстати, Иран, как может там воевать с кем-то? Они гражданского самолета от военного отличать до сих пор не могут, который мир этот путь прошел уже 50-60 лет назад. Стреляли по украинскому самолету, сбили сотни мирных людей, которые ничем не угрожали Ирану. Вот иранская армия, вот их способности. Сколько казусов в их армии, сколько там фотографий были именно с этих последних учений. Я не говорю, на них время тратят, они всему миру ясны. Иран сейчас всего имеет 10 миллиардов военного бюджета, хотя это по официальным курсам доллара. Если по неофициальным, это всего наполовину. Кому он угрожает? Чем угрожает? Где иранские ракеты? Покажите хоть одно достижение, хоть одного клиента покажите иранское оружие. С кем он сотрудничает? С Арменией, Северной Кореей, Сурией? Что они даст Ирану? Иран на данный момент самое тупиковое место в мире. Не имеющее никаких партнеров, никаких близких. А то, что вы говорите насчет военной части, который открылся в Джебраевском районе. До этого президент Азербайджана открывал пограничную дивизию уже в Зангизуре, то есть на освобожденных землях, которые исторически принадлежали Азербайджану. Их мы сейчас переименовали, это уже называется Зангизур. Это уже вторая большая часть, которая открывается. Я отмечу вам одно. То, что официально фото видно было, три КамАЗа с 27 хоропами на борту. На самом деле я имею в руках фотографии, сделанные через спутник. Там, я со всей ответственностью говорю, находится 72 хоропов. Президент именно фотографировал с этой хоропом. Ирану дал месседжер. Вот что вас ожидает, господин Молла. Если вы будете о войне говорить, вас будет встречать именно такие камикадзе хороп, которые несет пух и прах вашей техники, которая является именно плагиатом техники 70-х годов. Господин Вердиев, большое вам спасибо и за то, что нашли для нас время и за ваши комментарии. Всего вам доброго. Вам спасибо, что меня могли связать с израильским народом, дружественным нам, и я мог поделиться со всеми своими мнениями. Спасибо вам. На этом все. Напомню, что с нами из Баку был военный эксперт, господин Вердиев. До свидания.